ММА очень часто приписывают различную силу удара. Кто-то говорил, что Кейн бьет удар силой в одну тонну, а Крокоп, по мнению многих, мог вообще ударить ногой почти 3 тонны. Но все это неправда, так же как и игровые автоматы, по которым бойцы ММА часто бьют удары. Многие думают, что они показывают силу удара в килограммах, но на самом деле это просто обычные баллы, которые у разных аппаратов выглядят по-разному. Тем более это не лучший способ замерить силу удара, так как лучше проводить измерения на специальных устройствах, где не гасится импульс от удара. Сегодня мы вам покажем подборку бойцов ММА, которые протестировали свой удар на игровом автомате, и вы уже сами думаете, у кого из них удар сильнее. Конор Макгрегор. Он смог установить новый рекорд на автомате. Он ударил с разбега, что в реальном бою, наверное, вряд ли получится. Но в итоге он все равно, наверное, пробил один из своих самых сильных ударов. Нейт Диас тоже неплохо зарядил, но он уже ударил с места. Джон Джонс. Он бил левой рукой пару раз, но, наверное, не в полную силу. Джон, скорее всего, на камеру что-то объяснял, но даже так он неплохо бьет. Юрайя Холл. Нанес удар в своем стиле и неплохо набрал баллов. Джон Линникер, имея короткие рычаги рук и большую скорость удара, набрал он примерно столько же баллов, сколько и Холл. Затем ударил Тайрон Вудли, и при этом он зарядил свою страшную пушку. И набрал он намного больше очков, чем предыдущие бойцы. Джон Додсон тоже благодаря своей скорости и коротким рычагам ударил не самым сильным образом, но даже так неплохо набрал. Фрэнсис Энгану потом тоже хорошо приложился и набрал чуть больше баллов, чем у Вудли. Хотя он на несколько весовых категорий больше чемпиона. Вот такой вот удар у Тайрона. Мишель Вудерсон тоже себя протестировала, но как-то криво ударила, но для девушки набрала неплохое количество баллов. Пейдж Ванзанд тоже ударила неуверенно, но набрала нормально. Рошад Эванс. Он сильно зарядил удар, и вот что вышло из этого. Фрэнсис Энгану позже не смог успокоиться, и потом выдал такой удар, что даже на 100 очков побил свой предыдущий. Все-таки мощь у него просто нереальная в руках. Пэт Берри. Имея базу в кикбоксинге, нанес пару сумасшедших ударов по автомату. И вот сколько баллов он набрал при этом. Шведский боец Александр Густавсон также хорошо зарядил по автомату. Очки, скорее всего, там уже не играли роли, так как сравнивать разные автоматы трудно. Но по силе удара видно, насколько он хорошо бьет. Джонни Хендрикс и Мэтт Митрион также замерили свою силу удара. По результатам нескольких попыток, Джонни набрал больше баллов. Но тут, скорее всего, сыграла роль точность, поскольку Мэтт, похоже, бил не в то место, куда нужно было. Андерсон Сильва. Он немного посоревновался со зрителями на одном из шоу. Даже не сильно пробив пару ударов, он набрал больше очков, чем зрители из зала. Сейдж Нордкат. Он нанес удар ногой и попал очень сильно и точно. По силе удара получилось где-то между Энгану и Вудли. Кейн Веласкес также посоревновался в силе удара с боксерами. И он набирал даже иногда больше, чем Эдвард Холлифилд. Но вот вопрос, кто додумался сделать эти стенки, из-за которых невозможно нормально нанести удар? И напоследок, мы вам покажем самый сильный удар среди всех бойцов на планете. Никто в мире не бил сильнее, чем этот парень. Вот такое интересное видео получилось. Оставляйте ваше мнение в комментариях, а также не забывайте ставить лайк, если вам понравился этот ролик. Субтитры сделал DimaTorzok